Знаменитое гладко было на бумаге, да забыли про овраги в действии. Украинский карантин с каждым днем становится все жестче. Теперь кабинет министра ввелит перевозить в общественном транспорте только 10 пассажиров. Контроль за распоряжением возложен на патрульную полицию. И если гор электротрансу ценой скандалов и здоровья своих водителей удается выполнять эту транспортную квоту, то вопрос с маршрутками гораздо острее. Некоторые направления могут остановиться. Водители уже говорят, что не готовы работать в такой обстановке. Респираторы и перчатки теперь дополнение к стандартной экипировке полицейского. Из новых полномочий остановка пассажирского транспорта и высадка пассажиров. Если есть трудности, можно составить админпротокол и на пассажиров, и на водителя. А его работодателя и вовсе можно штрафовать на 17 тысяч гривен. Но в полиции подходят к делу с пониманием. Это вопрос, вы понимаете, но оно на самом деле сложное, потому что вы понимаете, штрафы очень большие. И мы максимально, где мы можем лояльно относиться к ситуации, мы максимально лояльно относимся к ситуации. Если люди уже этого не понимают, нам приходится, будет приходиться выносить административные материалы. Завтра, я думаю, это уже мы начнем делать. Пока полиции убеждают словом и реже админпротоколами. Для полного понимания механизма отправляемся с патрульными в рейд. Площадь независимости. Здесь пересекаются главные дороги Таирова, а с ними и маршруты. Первый улов небогат. Пассажиров в салоне немного, некоторые в масках, водители тоже. За дисциплину – благодарность от полиции. Водители говорят, что знают о новых ограничениях. Но с утра, когда на остановках толпы людей хотят вовремя попасть на работу, соблюсти новую квоту трудно. Но убеждают, что они это делают. Через минуту и первый нарушитель – 146-я. Она и в докарантинные времена здесь была переполнена. Сейчас уже не так, но вирусный лимит преодолен. Водитель разводит руками. Выполнить требования невозможно. Это никак. Тяжко. Тяжко. Не знаю. Люди не понимают. Деяки вообще первый раз слышат, что нужно маски. Целый день сваримся. Целый день коллапс. Намагаемся. Проезжаем зупинки. Люди бежут до гонки. А вот этот нарушитель одним предупреждением не отделался. Водителю пришлось высаживать лишних пассажиров. Пассажири, кто зашел, вы выйдете. Пошли, пускай. 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 Оказалось, что водитель первый день на маршруте. Из карантинных норм у него есть лишь маска. Когда мужчина узнал, что его работодателю-перевозчику за повторное нарушение грозит штраф в 17 тысяч гривен, рабочее настроение пропало. Я не знаю. Это не выйдет так по 10 человек. Никто у нас на работу не выйдет. Я серьезно говорю. У нас сегодня выехало три машины. Можете поверить? Вот с поселка три машины только выехало. И отсюда пять. Разница 20 минут разрыв. А завтра вообще нет. Вон ребята стоят. Штраф мы завтра не выходим никто. Все гаражи встанут. Вот завтра я уже не буду работать. Если такой штраф, я работать не буду. Я вам ставлю машину сегодня и домой и выйду. И выйду не знаю, когда кончится этот карантин. В то же время в городском департаменте транспорта бодро рапортуют, что на маршруты не вышли только треть автобусов, а водители соблюдали пассажирские квоты. Не выход составил где-то порядка 20-30 процентов. Это общее количество по каждому парку. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. С утра, как вы знаете, водители, большинство, скажем так, большинство водителей общественного транспорта, они соблюдали те требования перевозка не более 10 человек в салоне транспортного средства, что, если честно, вызвало большое негодование со стороны пассажиров. Очевидно, что реальность далека от прописанных инструкций. В нескольких городах Украины уже отменили движение общественного транспорта. Возможно, столь жесткие ограничения ждут и Одессу.